Здание построено, гости приглашены, интрига, обратный отчет и... Я объявляю новое здание, авторизованное сервисной станцией Volvo Trucks Company и Ренессанс Групп открыто! Друзья, добро пожаловать! Сегодняшнее открытие сервисного центра это можно сказать два в одном. И принципиально новое здание и расширение прежнего комплекса. В 2013 году Ренессанс Групп открыл первую сервисную станцию Volvo во Владивостоке, но с увеличением потока клиентов в нем стали создаваться очереди. Поэтому в октябре прошлого года был дан старт строительству. Планировали открыться через год, но работу завершили на месяц раньше. Станция прекрасна, которая соответствует всем нашим требованиям. Оборудование просто шикарное. Этот сервисный центр занимается техническим обслуживанием и ремонтом большегрузных автомобилей Volvo. Все оборудование современное и европейское. В новом здании даже сделали отдельный бокс для диагностики и профилактики различных агрегатов, двигателей, коробок передач и редукторов. Мы можем ремонтировать технику начиная с 90-х годов, заканчивая сейчас 16-м годом. Не только Volvo тягачи, но и всю прицепную технику. Машины клиентов центра работают по всему Дальнему Востоку, от Приморья до Якутии, на трассах и в горных забоях. Поэтому высокий уровень сервиса обеспечивает не только хорошее состояние автомобиля, но и поддерживает работу всех производственных процессов. У компании работает выездная бригада, которая в принципе работает оперативно. То есть в любые дня и ночи можно обратиться, и они приедут в кратчайшие сроки и устранят проблему. Новая станция полностью клиентаориентирована. Каждый бокс для ремонта автомобилей 28 метров, что позволяет автопоезду заехать в него полностью. Вдобавок в новом здании построили двухэтажную автомойку, что обеспечивает качественное мытье большегруза. Площадь нового сервисного центра почти полторы тысячи квадратных метров. Здесь для технического обслуживания одновременно могут поместиться девять автомобилей. При этом не стоит сбрасывать со счетов и старое здание. В нем еще пять рабочих боксов. Наряду с новым оно также продолжит функционировать. К слову, работа в новом центре уже началась. Ирина Мокрецова, Игорь Болтов. Новости на восьмом.